Привет всем, с вами ваша Силва Бутэфлай, Серебряная Бабочка. Ну что ж, я решила снять с кино про кино. Какие кинофильмы и сериалы я просмотрела недавно? Ну, про сериалы я, в принципе, скажу совсем немного, потому что я их смотрю нон-стоп, каждый день, и они у меня еще распланированы до конца года, как минимум. Это Three is a Company, то есть трое это уже компания, или как, если на русский перевести, третий лишний, хотя там не лишний. Речь идет о парне, который живет с двумя девушками в одной квартире, они снимают как бы такой юнит, где три маленьких комнаты, срощенные с одной, допустим, кухней и ванной. Ну, этот сериал про него я могу говорить часами, я смотрю его всегда с таким восторгом, и мне всегда мало. Как они там шутят, как они вообще относятся друг к другу. Этого сейчас ничего нет, и этого не хватает, и я смотрю это с дочкой и с мужем. Это у нас такое вот прям как бы, как отче наш. Мы его смотрим как расслабон. Второе мы смотрим только с мужем, потому что моя дочка не хочет, хотя могла бы, потому что это тоже восьмидесятый, тот был восьмидесятый, тире, по-моему, до восемьдесят седьмого, а этот до девяносто второго, начиная с восемьдесят четвертого. The murder show, то есть преступление, о котором она написала. Ну, как я кайфую от этого детектива, то есть каждый раз новый сюжет, новый эпизод. И вот даже вот мы прилетели только с Англией, из Ирландии, как будто, знаете, искусственный интеллект. Первый фильм, который мы смотрим, про Лондон, а второй про Ирландию. То есть даже там не про Ирландию, там иммигранты из Ирландии, которые живут в Нью-Йорке, и там вот, что случилось, если так перевести, что конкретно случилось с теми ирландцами, которые жили в Нью-Йорке. Ну, господи, там все так интересно, закручено. Ну, я просто советую смотреть эти два сериала. Там такая вот, ее зовут Мисс Флетчер, то есть Джей Би Флетчер ее зовут. Ну, какая она, у нее вот эти вот сережечки всякие, вот эти вот, все так подобрано, все всегда настолько со вкусом. И героини сюжетов тоже идеально, в общем, у них не просто одежда 80-х, а самая дорогая одежда 80-х, самые дорогие украшения 80-х. Вот просто сидишь и получаешь эстетическое удовольствие. Там нет ни убийства, ни крови, там просто вот сюжет расследования. Настолько она умная, вот эта вот Джессика Флетчер, но это что-то с чем-то. И вот этот последний эпизод, как раз, который насчет Ирландии, и этот милиционер, ну, нью-йоркский, который расследовал, он потом пришел к ней на обучение в университет. В общем, это да, это у нас сериалы. Что я посмотрела в самолете? Туда, когда я летела, я уже забыла, что я смотрела. Вот убей, не помню. А когда обратно я летела, я смотрела тоже всякую всячину, но зацепилась за фильм с Хью Грантом. И Берримор, я забыла, как ее звать. Господи, Берримор, сэр. Короче, ну, знаменитая актриса. У нее еще есть косметика, флауэр, которую я рекламирую. Забыла. Ну, неважно. Факт то, что идет сюжет в Лондоне, или, наоборот, в Нью-Йорке, но этот Хью Грант там снимается, англичанин. И он якобы очень известный в прошлом, певец какой-то группы, а сейчас всеми забытый. И вдруг ему предлагают сотрудничество, ну, такая, типа, дива, ну, допустим, как Агилера там, или Бритни Спирс. И ему нужно создать так называемый лирикс. Лирикс по-английски – это стихи. То есть не лирика, как у нас на русском, а лирикс по-английски – это стихи. То есть кино называется Music and Lyrics. Музыка и стихи. Ну, такое вот, знаете, как вот эти все английские фильмы, такие, вот как-то хорошая оберточка, такая сладкая конфета внутри, но не приторная. Вот это я люблю. Опять же, никакого насилия, ничего. Там просто дело в том, что вот эта вот Берри Март, что я ее забыла, как звать, господи. То есть она пришла к нему поливать цветы. И она дополнила какую-то фразу, своей фразой, и с этого все началось, что она может спокойно писать стихи. В итоге они сочинили вместе какой-то хит, который тут же выкупили, и опять он стал популярным. Ну, в общем, вроде бы ни о чем, но как-то вот так смотрелась, я еще в самолете такая уставшая, и вот это мне так зашло, вот прям на ура. Я его посмотрела и уснула. Было классно. Всем советую. Вообще фильмы все с Хью Грантом, все хорошие. Вот просто надо настроиться на вот этого англичанина. Некоторые его терпеть не могут. Я тоже не могла думать, какой урод. Но на самом деле он вовсе не урод. Он такой юморист, он такой вот искрометный, и вообще такой смешной. А, кстати, смотрела там в самолете еще какой-то фильм с Хью Грантом. Он там играл какого-то страшного приказа, предстрашного гнома. Как же это называется? Вонка. То есть не Вилли Вонка про вот этот шоколад, когда Джонни Депп играл, или же еще вот эта шоколадная фабрика. А вот именно Вонка 2024. Я как бы смотрела так на полудреме, но этот гном в виде Хью Гранта это что-то с чем-то. Дальше. Что я посмотрела? Паддингтон-1 и Паддингтон-2. То есть Паддингтон просто это вот начало, когда медвежонок стал Паддингтоном. Он просто приехал из Перу, насколько я понимаю, я не помню, по-моему, Перу, да. Начинается все вот такое вот в этих тропиках, и вот эти медведи, там такая ситуация догнетающая, когда они все падают в водопад. В общем, короче, сделать историю короткой, принимается решение, что вот этого медвежонка отсылают в Лондон. И вот медвежонок на каких-то перекладных, в общем, каким-то буквально волей, как говорится, правдой-неправдой доезжает до Лондона. И ему просто катастрофически везет, с одной стороны, он постоянно попадает в какие-то переплеты. С другой стороны, ему повезло, что он нарвался на семейку мама-папа, дочка и сын, которые его приютили. И вот тут разворачиваются события, то есть он постоянно делает какой-то, как говорят по-английски, damage, то есть оно постоянно что-нибудь ломает или крушит, и там кто у них затопит дом, и все такое. Но они его все прощают, прощают, но в этот раз не простили, когда он полностью им там порушил дом, затопил ванную, и на этой ванной скатился по лестнице вниз. Это было что-то. И потом вот это идут его приключения, и как он с этим справляется. Ну, естественно, хэппи-энд под конец, но вот это все настолько захватывает. И вот эти все места лондонские, я их вижу, такой, и вот там было, и вот там было, мне так хочется обратно. обратно туда. Я не знаю, что мне делать, я так хочу обратно. Заберите меня обратно из этого Торонто. Второй, Паддингтон, который номер два, он вот буквально создан недавно, и вот как раз-таки в этом играет Хью Грант. И он там играет такого типа злодея. То есть все они, вот этот Паддингтон, которому дали кличку, потому что его нашли на Паддингтон-стейшн, он живет, и он уже знает всех соседей, всех привычки соседей. Соседи к нему отлично относятся, кроме одного, вернее двух. Там один вот этот мистер Карри, который вечно делает ему подвохи, и там делает, подговорил Николь Кидман, которая тоже играет одного, злодейку одну, которая хотела сделать таксидермию с него. Таксидермия, это когда чучело делают. Какой-то кошмар. И вот как-то он все это избегает, и все такое, столько всего, столько всего. И вот эти погони, эти вот погони на Волкодаве, кстати, я только недавно узнала, что вот есть такой вулфхаун, когда я в Ирландии была, вот такой огромный пес с размером с человеком. Это, наверное, вот как собака Баскервилли. Такой страшный. Но вот это ихняя такая народная, наверное, такая затея, вот смотреть на этих Волкодавов. И он такой скачет на Волкодаве, как на лошади. Он там типа в хорошей роли и помогает ему. Но все равно Хью Грант так все подстроил. Дело в том, что Паддинтон хотел купить антиквартную книжку для своей бабушки, вернее, тетушки старенькой. И эта книга не просто книга, а созданная Натальей Павловой. О, нет, Наталья Козлова, которая приехала в Лондон, ну, допустим, два века назад и создала вот такое карусель, цирк и все такое. И потом вот эта вот книга, она по мотивам этого цирка, мест, связанных с Лондоном, но там в каждой странице есть такой, так называемый клуб, то есть как бы секрет, который ты должен рассказать. и когда ты все разгадаешь, ты получишь кучу, там, такой сундук с украшениями. И Хью Грант об этом знал. Такой злодей, который тоже, типа, у него свой цирк, не цирк. И он хочет своровать эту книгу из антикварного магазина, а Паддингтон хотел ее купить. И, в общем, в итоге он инкриминировал этому бедному медведю, что он своровал эту книгу, хотя на самом деле своровал-то это Хью Грант. И там было столько всяких интересных моментов, ну просто вот, я не знаю, это надо смотреть. Просто я всем советую, у кого плохое настроение, включите вот этого Паддингтон Бэр, номер два, это последний, или первый, или сразу оба, и вам будет легче. И что я еще посмотрела вчера, например, посмотрела кино, называется Heartburn. Heartburn это вот когда ты съешь что-то, и у тебя вот такое противное послевкусие, да, я даже не знаю, как это сказать, поприличнее. Ну это приличное, я сказала, а вы сами догадайтесь, какое слово на букву О и заканчивается на А. Но это вовсе не о том, что ты там съел, у тебя потом это наступает, а это послевкусие после отношений, то есть как бы это метафорическая такая тема. Играет там Джак Николсон и Мэрил Стрип. 1900, по-моему, 82-го года кино, оно такое классное. Речь идет о том, что она занимается фуд-критик, то есть она критик еды в каком-то модном журнале, а он занимается то есть хроника дня, и в общем они как-то встречаются, они друг друга влюбляются, сразу постель, и как-то так быстро все происходит, что он говорит, ладно, давай жениться, а она говорит, я не хочу, я тоже не хочу, ну вот давай. И вот они так быстро, молниеносно женятся, и у нее через время появляется, почти сразу, через 9 месяцев появляется первый ребенок, и потом одна сплетница из их компании говорит, говорит, что он вроде как гуляет, и она хватает этого ребенка, прыг в самолет и летит к себе обратно в Нью-Йорк, потому что они там встретились, он ее увез, купил там какой-то дом в Вашингтоне, такой, весь такой заколоченный, типа по дешевке, они его там начали ремонтировать, жить, уже жизнь налаживается, и вот эта вот измена, она такая злая, и все ждет, когда же он ей позвонит, а он все не звонит, и не летит за ней обратно на самолете, в общем, столько все происходит, и он все-таки прилетел, забрал ее с собой в Вашингтон, и опять через год опять она залетает, опять у нее маленький ребенок, опять выясняется какая-то сплетница, ей говорит, что муж гуляет опять, и она такая, опять берет этих детей, схватает, едет в самолет, в общем, так несколько раз было, в общем, end of story, конец истории, то, что его не исправить, он будет постоянно гулять, ей это надоедает, она уже летит, уже когда в Нью-Йорк, ей уже папаша говорит, да ну его, я тебе сто раз говорила, что ни фиг было с ним связываться, ну и в общем, такой хэппи-энд, самолет, такая красивая песня, они переделали, it's a bit of spider, down the rain, I washed the spider out, что-то я не помню, такие детские лиммерикс, которые ты поешь, ребенку вот здесь, вот на английском, когда маленький паучок сбирался, его потом смыло водой, ну и вот это вот все, то есть, такая шикарная обработка, восьмидесятые такие аккордики, и она летит, то есть, вот такой, она одного ребенка взяла в правую руку, а в левой руке такая девочка такая идет, там еле карабкается по трапу самолета, и такой, end of story, конец фильма, ну какой-то вот такой трогательный тоже фильм, опять же, как они там все наряжаются, опять вот эти восьмидесятые, и опять же, никакого насилия, вот просто какие-то вот сплетни, которые сплетница была там, там были про сплетни, вообще моменты такие, она наврала другой, и сказала, что там про венчерические болезни, хотя на самом деле ничего не было, она специально так сказала, что та забоялась, в общем, как могла, так и рассказала, желаю вам посмотреть все эти фильмы, которые я посмотрела, получите удовольствие, не то, что смотреть какие-то кроваевые боевики, или там какие-то связанные вот с последними событиями, или еще с какими-то событиями, то есть смотрите что-то такое, что вас расслабляет в такой себе дня от силы бетафлай, серебряной бабочки, ну что, вроде я все рассказала, коротко написано, рассказ сделан, пока-пока, я полетела, всего самого-самого хорошего.